Так, все, всем привет! Поэтому аплодируем всем! На самом деле, сегодня поговорим про очень много, и сегодня мы постараемся поговорить прямо изнутри, чтобы максимально было полезно. Я на самом деле подготовил к этому вопросу, но я понимаю, что сегодня у нас на самом деле не модератор, а медиатор, потому что я знаю, что вы и так знаете, как это рассказать. И очень интересно на самом деле, не так, как на всей нашей команде, вы слышите из населения. Так что недалеко отчасти, вы слышите из населения. Да. Но сначала было вообще интересно узнать про... Немного про вас? Зачем сначала, да? Так, родился я в 68-м году, был этот телеграф, который после этого у нас был назван, он часто создался «Консультант». и в 85-м году студент был в офис тех, и закончил свою работу. В 85-м году я студент был в офис тех, в 95-м году я его закончил. Поработать ученым мне удалось совсем работать в промежуток времени, и я закончил какую-то работу в нашей школе. Вот. Я, когда был ученым, я делал базовые геномеры и делал базовые резонтированные атмосферы. Такая история. Но там я работал совсем недолго, поскольку в это время у меня уже была жена и ребенок, и их надо было кормить. Поэтому я быстро понял, что много разваниваются, и нужно будет заниматься своим бизнесом. То есть, начал я заниматься в телеграфе, на самом деле, в доме. Начали мы после того, что, если платко описать путь, то первые деньги мы зарабатываем на том, что собирали компьютеры и чекили. Можно вот это помнить? Потому что сейчас, на самом деле, современные студенты, знаете, есть много программ по развитию, где пульсов, как стать предпринимать, или посчитать экономику и прочее. А как вы вообще решили, что вы сейчас будете идти делать компьютеры, и как это будет? Я находился в абсолютно беспомощном положении и делал все, что приносит деньги. Не было с вами. Это было работать там. В то время, кстати, физическую трубу тоже мог приносить. Сейчас трудно описать от того общества. Оно выглядит вот так. Те, кто работали в это государство, продолжали получать очень маленькие деньги, а раздалась такая предпринимательская среда, которая протекально отключалась доходов. И даже люди, которые ходили один день на работу, которые работали на станках, они получали, те, которых я уже не помню, которые видят, ну, соотношение такое, да, могли получать 500 рублей, а те, кто занимались такой же работой в коммерческой структуре, могли получать там тысячу рублей, ну, две тысячи. В разы они отличались. Вот. но компьютер, я помню, я помню, поскольку это было очень дорого, большинство из вас, так-то очень даже не родилось, вот, это было то время, когда был очень, простые решения могли приносить большие деньги. например, про эту систему, я решил заниматься компьютером, и было примерно такое, что, я понимал, что персональные компьютеры будут у всех через какое-то время, и для этого, так сказать, видения на тот момент не хватало, чтобы понять, что это будет. и если я соберу там один компьютер, сделаю, и рынок, по моим подсчетам, должен был вырастить в тысячу раз, в тысячу компьютеров, если я соберу через какое-то время, значит, у меня нормальный бизнес, я помню, это рассуждение. То есть, это такой естественный рост рынка давал возможность. К этому времени уже были достаточно большие компьютерные компании, существовали, наверное, в 92-м, 93-м году. И, когда мы начали этим заниматься, мы сначала чинили, потом я построил бизнес-модель, когда понимал, что никто не умеет ничего чинить, я сам так себе еще чинил, извиняюсь, чинить этого. В принципе, я мог бы на уровне выбросить интернет, поставить другую очередь. Но на фистихию у нас был соседний факультет, в котором они могли чинить все, что хочешь, и шли по фистихию сложности. Возможно. И тогда я просто понял, что я сразу ушел из работы руками в работу предпринимательской. То есть, первым достижением, я считаю, было то, что мы в тот момент с моим партнером, когда нас были еще трое, с Алексеем Абрамом и Максимом Адовым, мы додумались до того, что брак надо покупать, не понимают честное дело, что они хотят выбросить, а мы его просто лезем, покупаем сразу. Если я понимал, какая проблема, то я покупал все сразу и платил чуть больше. А если я не понимал, какая проблема, то я покупал совсем дешево. А для людей, которые продавали каплинин, когда была доходность очень высокая, моржа, и за какие-то деньги для них уже было огромное имящество. Через какое-то время мы научились много покупать у больших компаний. И в какой-то момент он только себя исчерпал, а оно уже заработало, и я думал, что не надо туда двигаться. И я улетел в Сингапур, куда летели все, когда... Надо заметить, что это был первый в моей жизни приступ работоспособности, для этого я был весьма аргентурным человеком. А там у меня был приступ, и я обошел все компании, которые могли делать такая штука, желтые страницы, в них были написаны по секторам, чем с динацией. Мне кажется, что процентов 40, и я тоже, по-моему, обошел, со всеми поговорил, на мою, в то время еще кошмарную организму. Сейчас он плохой, но это кошмар. Ну, в общем-то обошел, со всеми с ними поговорил, и, ну, дальше я понимал, то, чем он занимается, и, соответственно, используют такие профили двух компаний, понял, чем мы будем заниматься. Вот. Но за время работы у нас уже был договор, с всеми компьютерными компаниями, что мы успевали продавать, и то, что мы привезли сами, и еще, поскольку я знал всю Москву, я еще не могу купить, перепродать. В общем, вот такая незамысловательная двухходовка купил продал, она в то время была крайне работающим, так сказать, механизмом зарабатывания денег, и через то это время мы превратились в весьма большую компанию. В 96-м году я практически ехал в Сингапур, в 94-м я там уже много, в 95-м еще больше, в 96-м я уже был в Сингапуре, и в Сингапуре я уже, поскольку покупал много, я научился купить и продавать уже там. При этом в Москве компания осталась. И в 99-м году у меня уже была достаточно большая компания в Сингапуре, я покупал миллион процессоров и примерно 40 миллионов чипов памяти, которые тогда были. Вот. При этом я остался с двумя телефонами, поскольку там Америка, Бразилия, Индонезия, Япония, то есть я все время не могу их посмотреть, я просыпался, вспоминал цифры, покупал, продавал, но опять разживый еще. Достаточно долго. Ну, когда он позвонил мне, и, в общем-то, ну, я понял, что это очень сложно. и, в 99-м году в Москве Алексей Аврамов все остался и мы Максим Манулин к нас ушел, мы разменялись. И в 99-м году я сейчас рассказываю про компьютерную часть, потому что у нас уже было много бизнесов, с других, я там их тоже расскажу, если вам будет интересно, конечно. Вот. В 99-м году мы встретили другую компанию, у нас было еще соседи нашего общежития, Сергей Капитонов и Петрякова Саши, у них была компания Формоза, которая, если вы не знаете, тоже был такой большой гигант в компьютерной индустрии. И в 99-м году была такая компания называлась, моя компания называлась «Ризер» на этот момент, этот ящерный цивилизм. И была компания «Сетилин», в которой тоже поповередили физтехи с факультетом химической и молекулярной физики. Вот. И в 99-м году мы просто сели, поговорили и поняли, что укропление может дать мейксенс для этих серверов. Мы поговорили с ними и в 99-м году мы образовали совместную компанию, которая сначала называлась «Сигур», сейчас компания называется «Реон». «Реон» мы назвали как «Реон» это «Реон» это «Реон» 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 по-русу «Реон» «Реон» «Север» «Реон» Получилось так, что наше мнениество просто начало вести, и мы жили на экспоненциальном росте, пока в 2008 году я не трогал свой паркет как партнера, но к этому времени это уже была зрелая компания, у меня было примерно около 2 млрд долларов в пороге, и об этом у нас только тысяч человек, и все, сейчас уже... Почему решили говорить? Знаете, на этом было несколько причин. Ну, во-первых, существует усталость, такая, перед того, чтобы делать шагную одежду. Но для меня, лично я признаю, что мне не нравилось руководить таким большим бизнесом, потому что не руководить я не мог, ну, как бы не заниматься этим, просто быть я сильным акционером, а руководить. И в какой-то момент я так полуфилософски взглянул свое состояние, и я понял, что это не я управляю этим бизнесом, а я реал на большей системе. То есть, когда у тебя, там, у нас было, там, сто пустощиков, там, там... И из них, этих и сто пустощиков, у них у каждого еще по три вице-президента, которые приезжают и ходят тебя в бизнес, и у тебя расписание постуально еще нужно где-то внутреннего, если решать счета, начинается такая ситуация, когда ты просто абсолютно заложен в свою работу. Ну, и я там получил, там, в то время, сколько было, 40 лет, чем было, ну, 30 лет, 35 лет. Ну, хватит уже человеку, то есть заработать детей, надо чем-то сделать. Пока вы дальше не пошли, потому что вы говорили, что у вас, на самом деле, вообще из всех ваших партнеров, вы максимально большим количеством бизнесов занимаетесь, в частности, это же было не ваш единственный. Да, да. Вот тут интересно, наверное, всем тоже, как вы вот это выбирали, где у вас это было чутье, что нужно идти в эту сферу, в эту сферу. Ну, потому что у вас там довольно... Ну, смотрите, к тому моменту, когда это... У нас еще в 95-м году мы сделали компанию, которая начала делать диджитал-видео, когда мы просто понимали, что будет свитч из видеокассет в диске в сети. Мы сначала сделали видеосети, потом сделали компанию, которая DVD производила, я получил эксклюзивный контракт от Мосфильма, и после этого стали покупать кино вокруг. Но мейджеры, которые, да, мы начали от Sony, все большие, мы с ними разговаривали, они почти работали с той же дистрибуторской сети, которая была, а всех маленьких, которые есть, например, маленький Голливуд, Армаз, там, и еще другие... К мейджеры прямом не относятся, но подобрали и забрали. Это потом... Поскольку я жил власти, я еще объехал всех этих бывающих китайцев, и всех этих... Значит, в Гонконг мы забрали все права, забрали Корею, потому что когда она вообще не известна, и в ужасных корейских культурах я еще не понимал, что это такое. И все это довезли, и стало как-то... Это произошло очень рано, не произошло. Как этот бизнес пришел, я уже не помню, честно делаю, но... Наверное... Ну, в целом, в Паттерн, здесь, по сути, у вас много разных бизнесов с разных сегментов. Да. То есть, как вы приходите на Паттера? Либо вас крыточитили, либо вы там, не знаю, команда аналитиков... Потому что в видеобизнесе у нас был Максим Бануев, он любил всякую покупательную хрень. Он, когда деньги появились, он технологически маняет, он там что-нибудь пойдет, что-нибудь будет, скажет, о, это хорошая вещь, вот это интересная. А вот это вот так. Вот здесь будет, потом он пришел, там, сказал, будет, смотри, сейчас будет так, потом будет DVD, а потом будет это. О, там хорошая работа, я знаю, там на видеокассетах они нам зарабатывают, да, я думаю, что на счет этого сейчас будет меняться. Потому что когда он устаканился, выход лав, знаете, который вытекает, пока она жуткая, или можно ложкой там перекладывать. Потом он застывает, уже очень трудно доли менять, забирать, пока не настолько какого-то фундаментального процесса, который за этим нарыв должен менять, какие-то трещины появятся, ну, в общем, так далее. Вот такие, когда он начинает меняться, меняется носитель, например, то, соответственно, если вы посмотрите в ЦРТ-телевизор, который ставят, эти большие, которые они не видели, нужны, круглые, они были, они видели, когда он пришел, когда он сидит с панелью, там поменялись лидеры. Всегда, когда идут большие структурные изменения на рынке, это всегда дает возможность туда войти. Ну, я рассуждал только так. А Максим пришел с того, что, ну, сначала это, потом это, потом это. Ну, давай ДВД дождемся. Потом выходим, попробуем. Нет, давай, лучше не так. Давай сначала с собой идти в СИД, потому что СИД пишет, что он умрет. Но мы ко всем подышим с этим, наверное, договоримся с СИД. Когда придет ДВД, уже контракт нашим с другом. Хорошая идея. Мы пошли. Приехали в Малайзию. В Малайзии я нашел там одну из первых у нас студий, которая делает ДВД. Мы выпустили первый ДВД, старший дождь, который был. И после этого я пришел Масфинский, сказал, смотрите, да, ДВД наше сделано в пиратском образовании. «Давайте, лучше, вот, это так, конечно». И, конечно, раз уж то, что уже выпустил, что делал, навык. Мы взяли, приклеивали маклеечки такие, графические, по-сильному в маклеечке, потому что все у нас получилось. Девятишечка хорошая. А потом мы стали уже целую фирменную линейку, выпустили в долгую очередь. Потому что двадцатый раз у нас был большой, но мы никогда не делали ни одной продукции в городстве, кроме первой разки мы сделали. Но мы их не продавали, потому что мы сделали, и показатели, как это может быть. Соответственно, вот так получилось. А потом все, что поддаешь Масфинку, надо, естественно, иметь спектр. Потому что чем больше у тебя линейка товарная, тем легче разговариваться, задвинулся и дальше. Соответственно, ну, я пошел, у меня в смысле не было барьеров, я мог поехать, да, куда-нибудь, к Иванштайнам, разговаривать, начать, если у меня пустыли, я их не поехал, господайте мне это. В этом смысле я не очень переживал в городе. И, соответственно, был такой бизнес. Но в этом видео у нас было еще несколько бизнесов. Вот. Был бизнес мебельник. Мы продавали мебельник. Мебельник произошла так. Мои партнеры какие-то, вот это я помню, они пришли ко мне и говорят, мы купили мебель мебель в офисе, и все продали. В этом случае. Потому что европейская дорогая, а мы из Малайсии везем прям за 30 лет. Отлично. Приехали. Приехали. Ну, что-то так. Посмотрели ционерку по России. Типа смотрели там. Ну, вроде бы, номер вообще стрелять свои. Тогда я нашел фабрику, которую я приехал. На фабрику молодец. Вы говорите. Так, так, так. Ну, и все. И мы продавали. Ну, 20-30 лет в день продавали. Бизнес был большой. Типа смотрели. А понимаете, что ты делаешь? Торговлю. Кто-то и поездил. Ну, то есть, там. Торговый торговый, торговый. Здесь я взял, поднял. Я же все. Поехал. Все, все работает. Выдумал, ничего не надо. То есть, в принципе, сегменты в то время все пробовали. Это не только я делал. Это все пробовали разные сегменты. То есть, бизнес структурно начал меняться в то время. Это уже практически тогда. До этого торговля была очень эффективнее. За это время. И надо заметить, что, хаотически выросшие компании, которые не успевали менять свою структуру. Марион в этом смысле очень... Наши партнеры к нашему коммерческому хаосу добавили достаточно хорошую структурное мышление. И у нас была с точки зрения менеджмента компания выстроена по самым высоким стандартам, который, как можно представить. И это давало возможность на одном из этих разговаривать с большими контрактами. В результате мы в какой-то момент имели настолько большое влияние в России, что даже есть в то время самые лучшие гиганты, HP и Dell, которые были в тот момент, подписались с нами в одной стране. И он сказал, что у него все дистрибторы были 4 и 2. Они были 4 и не временны дистрибторы в России, чтобы был очень большой, но я вернусь, что это уникальная ситуация. Dell прилетел сюда специально, посмотрел на меня. «Здравствуйте, давайте подключим, а почему?» Ну, смотрите, 20 минут, и он, как этот, на кто-то же, и все. «Почему вот этот, как-то писатель мы с нами?» Ну, в конце концов, вы все сюда пойдут, потому что «да, давай». И, ну, очень будем так. Все интересно. То есть я, не знаю, как вы знаете, вот этот пастор, что одно из того, что вы смотрели на рынке, на рынке, это когда происходят какие-то крупные изменения, они начинали сразу смотреть какие-то небольшие тенденции, но одновременно все эти, не только тенденции, вы начали искать, как я понимаю, разрывы доставки, да, разрывы доставщиков, и сразу его... Ну, просто отрыва, конечно, такая... То есть часто обсуждения, которые выражаются, они достаточно простые. Ну, просто нужно логично понимать, что вы меняете, есть технологические связи, есть такая смена, есть какие-то структурные изменения, есть какие-то структурные изменения, когда, допустим, там приходит, там, тимпофт, наверное, то есть появляется онлайн-панк, и это все другие изменения на рынке. Стараясь со старым продуктом, люди, которые приходят с новым продуктом, он бы никогда в жизни сюда не зашел бы на этот. То есть, если бы он сделал просто такой продукт, который живет по технологии, то есть, ну, то, что всего было, по всем... Вообще... То, что методы генерировали, в жизни не было, в начале, чтобы купил, продал, деньги в банку. Вот здесь все ближайшие середины, вот, почитаю, там, с 2008 года, вы вышли тогда и снова в бизнесе, в таком доме развивали. Но с этого все равно, то есть, вы предприниматель, инвестор, рынок начал меняться, все равно, чтобы это надо было по-другому, как посмотреть, или в целом все те же... Ну, вот смотрите, когда я учел, у меня был такой момент, когда был очень консервативный, и были дикты для облигаций, то есть, когда я складывался, потом что-то разойдет, и не получилось, то есть, например. Давайте я расскажу про один проект, который, в котором, что вы не спрашиваете, с чего вы начинаете. На них пришел мой старый друг, лучший мой преподаватель академии «Угоевы». И вот там, во дверях, такой, не знаю, знаете, или нет, вы видите, тоже есть какие-то, которые в институте российских начали. И вот, в свое время, для Сороса, сделал сервис по российской новке, что может быть интересным по российской новке. Может, посмотришь там, что-то, предыдущие, потому что с вами, вот, посмотрел, и нашел этот проект, другой академик, что, ну, это, это защита от коррозии, потому что защита от коррозии, это вещь какая-то, да. Я посмотрел, ну, вроде да, интересно, и начал задеваться. Ну, взял эти люди, пришли ко мне, подниматься. я дал какие-то, в то время, в том, в стартах их назывались, потому что сроки нет, но они пришли ко мне, давайте, давайте будете заниматься. Позаниматься вместе, давайте позанимаемся, позанимаемся, значит, пришли, в общем, проект остался, людей и был, потому что они были очень открыты, и я не знаю, что они делают, Пришлось набирать на своих ученых. Потом эти ученые долго вырегались. Мы пытались защищать от Горуссии все, что угодно там. И потом, в один прекрасный день, мы защитили от Горуссии нечемную трубу. Оказалось, что хорошая история. Мы продали какое-то количество труб в разную нефтяную компанию. Вернее, продали. Мы их поставили, посмотрите, будет ли она на городе. И все это было достаточно хаотично. И в какой-то момент у меня появилась вера. Почему? Потому что мы туда поставили, а что-то где-то звонило, где-то звонило. Но когда я думаю, что на самом деле мы умеем делать нормальное докоприятие, которое мы сделали, верно. Второе – оно будет работать. Оно будет работать, если это еще сделать по-человечески. И этот бизнес медленно и медленно рост. Потому что в тот момент мы поняли, что ему надо дополнить этим. То есть это, наверное, единственный бизнес, который я взвал из идеи. И дай мне сегодня. Вот сегодня это компания, которая производит количество трубы. Вместо того, чтобы скрутить ее, двигать ее отсюда до противостока. Четыре завода. Один Тайги. И продажи по всему миру. Сейчас и завтра. Официант я получил Мексику. Потому что у нас там завод в Мексике. Но это было и по этой технологии. Мы написали стандарт ИСО. Мы написали стандарт ИСО. Мы написали стандарт ИСО. Мы производим 60% прогнозы во всем мире по этому стандарту. Мы 80% российской валюты занимаем. И имеем продажи в Америке, которые достаточно для того, чтобы устроили на компетенции. Я думаю, что там у меня, я считаю, совершенно другая компетенция была, это терпелка. Потому что столько терпеть, это кошмар. Я не знаю, не вытерпелка. В какой-то момент это уже в нашем внутреннем технологии называлось чемодан без ручки. Тяжело нести, а вы посиджали. В какой-то момент это стало. А потом, когда в какой-то момент эта компания, раз, она выбирала, все стало зарабатывать нормальные деньги. Ну, сегодня она зарабатывает 13 миллионов долларов. Компания, не столько, можно сказать, 50 миллионов долларов. Но мы ее взяли просто. Это уже не меняем. Это так, чтобы уже в офис-принципе. Я хочу довести ее в его полное состояние, чтобы сделать ей пиво. Потому что это означает, что от эмбриона до похоронения. То есть всю жизнь компания прошла. Я считаю, что это было бы для меня большим челленджем, если это получится. Тогда я был бы счастлив. Тут тоже интересно. Потому что, на самом деле, как ни странно, это звучало очень похожее на стандарт, когда ты тоже долго должен терпеть. Понятное дело, ты не можешь там еще, у тебя нет своих облигаций, чтобы тебе подарили мои деньги. Но тогда они тоже терпят. Вопрос в сфере, как... Ну, вот у Чи.ру, например, с которыми я пришел на фонфал, я не знаю. То есть на фонфал, может, из-за того, что я пришел на фонфал, я не знаю. Но у Чи.ру, ребята тоже посидел на фонфал. Я пришел, ребята, было, по-моему, человеком... Пять или четыре, может быть. Два фонфал, да. У нас еще облачали, как три. Учебно работали. Вот. Я сел и смотрел на Ваню, который был фонфал. Уговорил с ним. Я понял, что это не было. То есть он правильно рассчитывает. Коммерчески, логично. И в этом случае была ставка больше на командную. То есть... Но я понимал, что я ее уже нужен. Потому что мое органичество показывает, что... Вернее так, мой опыт, как мне показалось, был болезненный компаний. Потому что, ну, иногда не надо убивать шишки. Когда ты понимаешь, ничего делать по-другому не нужно. То есть можно просто бежать или просто делать. Когда ты будешь естественным, делать так. Он говорит, почему? А если ты прошел вот эти там... Сколько? Ну, десятка. Парамок. Вот. Когда ты в разных ситуациях побылал, то уже в этот момент достаточно легко понять, что. Вот так делать точно не нужно. Или есть теоретическое объяснение каких-то вещах. Как расти. Где... Когда ты чувствуешь, что есть волнашка, нужно быстрее расти, чем мог. То в пол нужно ходить. В какой-то момент УЧРУ пользовалась тем, что у нас уже... Как это? По стране? По стране? Ну, капитализация акционеров гораздо больше, чем капитализация УЧРУ. Существенно. У нас была возможность воспользоваться денег сколько хочешь. Ну, сколько у нас было. И у нас есть инвестор и фаундер? Ну, я не знаю, сколько это у фаундера. Слишком почетные активы я знаю. Но в какой-то степени мы много общались с бизнесом, с ребятами. Ну, и когда компания была маленькой, еще уже понимаете, нужно быть визибл с точки зрения джиа. Ну, а кто будет разговаривать с мальчиками там? Ну, я думаю, что в этом, когда мы немножко легче в эту сторону пошли. Ну, какой-то степень. Но в этом смысле стартапы часто не имеют, ну, не недопонимают, но инструментов на этот вариант и должен быть. Ну, то есть, кто начинает от жилищащихся домов, да? И все. Принятие нет денег. Будет, наверное, меньше домов. Вот. Или какой-то другой наоборот. Сейчас продам, думаю, я не знаю, будет кровать в гости. Ну, тут невозможно, нету, мне кажется, конкретного ответа, который были вопросы. То есть, с точки зрения LFH, где-то бывают люди, у которых коммерчески понимают, что это будет всегда нужно коммерчество. Первое, значит, что это нужно людям. Второе, что за это будет платить. Нет. Если это нужно людям, но за это не будет платить, то будет очень хороший стартап, но недолго. Может быть, очень полезный будет, но вон дорогой. Дело в том, что отврата, кто будет принимать товары или услуги, она является гарантией социальной устремленности. Это означает, что человек, который расстаться с этими моментами, с денежными знаками, для того расстаться, это означает, что социальная устремленность. И чем больше социальная устремленность этого процесса, тем больше, соответственно, готовят платить. И очень важно, что это было лучше. То есть, в целом для вас был показатель, когда вы быстро выпускаете, кажется, хорошую идею, и быстро смотрите результаты. Если результаты нет, а вы… Да, но мы, к ВВП, иногда потерпели. Вот иногда, когда ты все-таки внутри себя мучаешься, то есть, наоборот, наоборот. Ну, это, наверное, самые золотые времена, когда ты живешь и там встречаешься с девушками. Ну, наверное… Ну, наверное… По-моему, переживания, они тоже прекрасны. Какие-то открытые. Я не знаю, из-за того, в котором мы сейчас пришли сказать, сейчас у нас все до самого концерта даст, и все. Я по-моему, откажу, было уже в 2017 году, по данному году, у нас какая-то там встреча. Я говорю, как? Чем-то этим? То есть, только, были сомнения, но он как дал вам все равно. Спасибо. Поехали. Вы сейчас эту интересную тему затронули. Когда вы сказали, я увидел команду, я увидел фаундер, все, поедем. Тут интересно то, что… Нет. Не то, что он меня впечатлил, но мы тут метро, мы получаем сомнения, я не увидел, но я услышал. Он очень понятно излагал то, что происходит. Но, скажу честно, здесь я немножко лукавывал. Потому что, когда в 2010 году у меня был Дадим Ковальевич, он мне задал вопрос, вот, а где бы ты хотел присутствовать? Ну, как бы. Он говорит, понимаешь, я бы точно хотел заняться образованием, потому что я получил 100%, что вот эта айтишная история, которая сейчас развивается, она образованием точно даст густ, ну, 100%. То есть, когда у бабушки находишь, все будет густ. И я хочу им заняться. Мне просто внутренне это нравится. Хотя, конечно, после тяжелых 90-х, когда мы их разговаривали, образование окажется чем-то немножечко таким рафинировым. И когда ты начинаешь заниматься, там просто, наверное, какие же вы, какие-то детишки, хорошо вообще. Еще интересно, что я хотел узнать про Камаргу, и вообще не только как команда про фаундеры, потому что вы достаточно много вестили еще в разной сфере, очень активны. И как вы играли? То есть, что для вас успешны фаундеры? Или какие вообще вы паттерны смотрели? Вот то, о чем вы... У меня не было руки. У меня была ваша в каждом моменте. Допустим, понимаете, когда, я еще раз скажу, когда я выходил из паблиона, у меня большинство денег было там, когда вы сидите, и такая большая махина, наложенная на, так скажем, не всегда милые российские реалии, то ты понимаешь, что у нас, защищенных, может быть один человек, надежно. И в этом смысле, как бы, меньше всего в одной корзине, у тебя уровень твоего дисциплины, он очень высокий. Потому что все в одном месте, ты должен быть темно работать, уголовницей. То есть, что вы сегодня хотите. Сегодня ты едешь от нас туда. Я пошел поздно, но я пошел, съездил туда, с ними поговорил, сделал деньги на то, что не нужно, вернулся, и опять сидишь, ждешь, через эти примеры. Вот. А когда я дошел, у меня сняло там много, я понимал, что, в принципе, да. Я спокойно пошел с затратами, но все равно не нужно. То есть, у меня есть друзья, которые помешаны, не только джеты, только на верхних плавах, только там, ну, нет, это достаточно безразлично все. Поэтому, ну, у меня там влаш, допустим, если мне нравился проект, я могу там вложить в него деньги. И, так сказать, я плачу за угол, ну, в какой-то степени. Ну, ну, не то, что туда попало. Ну, в принципе, я платил за угол. И, в какой-то степени, я считаю, что я не ошибся. не знаю, не знаю. Понимаете, сделать, вот, у меня было, наверное, там, если взять бизнес, мебель, бизнес, мы продали тоже. Ну, то есть, мы продали, что-то, ну, там уже не было заниматься, потому что он был замерлен на 1 к 50. Ну, и так сидеть, смотреть, что мы стоим, я отдал у нас будущих мастеров, которые, сказали, вот, сколько вам остальных денег есть, верните там, чтобы нам зарабатывать, и для этого мы все зарабатывали. Вот. Это важно. Бизнес-теборик был с 9-ти, я понял, что 9-ти все. Вот. А, когда еще был такой бед, в котором никто не зарабатывал денег, потому что пираты, еще и не пиратская история родилась, и доминировали императоры, и все, что красава со временами стрима, весь стрим был пиратским. И стрим, у которого зарабатывали деньги, никогда не было. И этот бизнес, получается, какое-то время убил. Вообще не так. А вот, если говорить ее плохо, кино – это самое замечательное. Сначала, значит, в советское время и это кино продавалось, это кино было только так, потом видеокассеты появились, потом были 9-ти диски, потом появились системы. То есть, ну, 9-ти, так, по-русски, так, было время, которое уже сразу, и после этого уже смеху. А вот каждый день, ну, все, кто этим занимались, все, кто пришли в стримы, пришли уже. Но, к тому времени уже сорборовались российские, большие, некое инвестиционные структуры, которые владеют, по-моему, так, монументарно. Ну, сейчас, на этом рынке, вы же знаете, вот, вот, есть ли, там, Qo, DS, дайв, мега, системы, все большие, такие уже дорогие программы, они уже, деньги. Сейчас уже труднее, Но сейчас появилась такая огромная конструкция стартапов, когда можно какую-нибудь там штучку сделать, маленькую предложение на сфер-фас, и все то, что. Но если порядка, то нормально. Соответственно, сейчас ландшафт очень сильно подгонялся в бизнесе. И поскольку я все время как бы ходил в спортзал, в смысле того, что тренировался, новый стартап все время делал, я за этим временем еще, мне кажется, успеваю. Хотя многие бизнесмены моего возраста уже сошлись с классами и в этом смысле уже неинтересны. Но есть сегменты экономики, которые вообще не поменялись. Понимаете, допустим, там человек, ну, нефтяного, возьмите образ, это очень-очень консервативная вещь. Люди там ходили, там трубы, там, сочинили, там, голову какие-то вещи делали, и конечно, там, ну, смотрите на это, на все эти классы, еще там, еще ближайшие годы, и применяются плюс 100%. Это как бы слова и большое давление, которые... Но сейчас есть зона ESG. ESG как процесс точно будет абсолютно важным. Почему раньше не было процесса ESG? Потому что на глобальном уровне не существовало механизма реализации политических пожеланий через экономическую среду. И сейчас модель этого выбрана. Политики накачивают общество, потому что тема важна. Общество начинает из украшенной деньги, зеленой и красной деньги. А когда очень большая часть инвестиционного пространства мирового, это фонды, инвестиционные фонды, всякие другие фонды. И вот сама по себе, так сказать, культура инвестирования, мораль в инвестировании, она начинает влиять на реализацию компании. Внутри компании появятся вице-резиденты ESG. Все большие компании уже, если бы не было, завели обязательно. И их будет частью жизни. Мне этот процесс в целом не понравился. Я объясню почему. Эрл Баксов каждый ввел такое психиатрическое поднятие эксплуатации в экономические рассуждения. В результате мы получили революцию в нашей стране. Последствия которых был, по-моему, еще неизвестным. Просто по-моему, спросили через 100 лет, если у нас в революции, и через 100-летие революции какие-то последствия были, мы пока еще неизвестны. Так и здесь тоже. Мы пока еще не очень понимаем последствия революции, поскольку это у нас еще были рецидивы в нашей стране. Какие у них минусы? Кстати, все знают, что такое ИСЖ? Да. На всякий случай. Ну, ИСЖ – это огромное исследование для простоты, но плюс там еще не только экономический, социальный эффект, в общем, чтобы все компании были ответственны для доклада. В чем вы видите минусы вот этого движения? Я не люблю, когда в экономику, которая работает по факторам рациональным, выдаются эти рациональные понятия хорошие или плохие. Потому что вот эта граница – это хорошая компания, а это плохая. Понимаете, это можно перевести в очень волчебное понятие в вещах. Как бы, что сегодня будет Китай и Индия? Это очень просто. То есть вы предлагаете нам, чтобы люди были в холодном, вы хотите, чтобы мы освободились как, чтобы мы… То есть, 19-й век – это уния, 20-й век – нефти, 21-й век – это, значит, разобновляемые источники. В Индии сейчас разошлая рацион, кстати, перескочили. Они раньше дома топили кровью не ележками, прости господи, а сейчас они, значит, дома топят биджи. У них на столах возникли ликвид газ. То есть появились баллончики, где можно дома пищу приготовить, а погреться газом. То есть это хорошо или неплохо, но если смотреть на коронавирус, то вдруг бы хорошо. То есть, да. А если смотреть на глазами Баймана, то это не просто микробоном из мета, а просто до Америки. Поэтому это блока. На самом деле, внутри этого, на мой взгляд, находится Америка и Европа. Они принимали таким локусом остановить экономический рост Китая и Литии. Потому что это немного ведет к проблемам. Они посмотрели, что это, но он не постановляет природа. И без них невозможно решить проблему глобального потекления. Они же есть присутствуют объективы. Невозможно без них решить. Нужно как-то сделать с одной стороны их составить, а с другой стороны, ну, извините за выражение, в момент палки в колеса, это, поверьте мне, бьет и устроит так, что все друг друга любят и хотят, а потом на другую развивать. Поэтому так ответили. Поверьте мне. Вот. Тем более так, кто может быть. Вот. Соответственно, никого нужно не собирать. Нужно найти экономическую модель, которую мы восстанавливаем в рост Китая. И она решает проблему глобального утепления. Потому что сегодня… Ну как он? А как это восстанавливать? Восстанавливать очень просто. И вот, если мы вам покрасим четверть лет, посчитаем, может, как вам быстро. И чтобы вы его не воскупили за наши деньги, нужно нам показать, что вы там. Делать так. Это время становится сложнее. Собестоимость всех товаров в Росте. Это будет предоспособность заплатных товаров со своей себестоимостью. Если маленькую себестоимость и большую увеличить на, то соответственно 1 % будет ближе. Соответственно, это будет предоспособность заплатных товаров продолжать восточных снежин. Они, может быть, объявляют в росте. В вернуться к политике, которая будет сдерживающей, потому что на сегодняшний момент мы находимся в том, что китайцы не могут позволить политику сдерживать кемографический рост, поскольку экономически активное население в Китае не достижено сохраняемого сороста. Если они сейчас остановлены, то у них будет развиваться социальные обязательства перед старшим поколением, младшим поколением. Примерно такая модель. Обначили мы с ESG. Я думаю, что забраться в том, что это ESG, технологические проекты, которые используют ESG, это очень хорошая фема, и очень быстро продаваться. И инвестирование будет, и зарядное дело. Этот проект, который находится снаружи, он сейчас делает то же самое, но продается как ESG. Я объясню, почему. Дело в том, что мы сокращаем количество трубы в 2,5 раза. Никто не представляет себе, сколько это противной трубы в землю засунут. Понимаете? В США находится около 2 млн скважин и 1,7 млн скважин. Представь себе, 1,7 млн скважин. Каждый этих средний 1 км 300 метров. То есть, теперь вы знаете, все, 2 млн скважин и 3 млн скважин вместе. Вы понимаете, что? Как вы нас не придумали, мы живем на асфере, которая вообще не такая тоненькая кромочка на земле. 100 метров натянутых на всю землю. А границы трубовой такси сомров, я же не буду в пустыне. Ее очень много. И чтобы ее производить, выбросы огромные можно для этого. Я не буду подъявляться в технологические особенности нефтяной промышленности. Потому что, если труба наша, у нас есть антикорротин, надо, чтобы корротинку прилипали к друге, нужно ее продажить. Поэтому она будет подъявляться, по темному, что очень удобно. Мы не придумали, что мы теперь будем ее изучить. Но эта тема ATG, она стала волновательной. Зато, когда мы 5 лет назад, что меньше трубы будете подъявлять, то нефтяной компанией так устроили, что те люди, которые покупают, они говорят, что меньше покупают, с ума сошла. Зачем же меньше покупать? Ну, больше покупать. Но теперь появился, предупреждённый чувак, который говорит, что мне нужно не потратить, но мне нужно не видеть. Когда завод с вами сегодня? Ну, мы сейчас собираемся построить 5 заводов за 5 лет, которые выщут наши шаги. Делать с компанией, то есть можно сделать. Я и хочу уже убежать, но хранить это, и купить с вами. Стало очень интересное, что я начинаю. Мы, на самом деле, много сейчас видим, то, что у себя идет. И я, честно говоря, удивлён припроси, очень быстро это принято. Это, дело в том, что степень, так сказать, экстрактозонная прострация для цивилизации. Становится крайне одинаково во всем мире. И все идеи, которые основные возникают, они существуют. Еще очень интересно, что эти люди, допустим, менялок парал, начинают закастеризовываться базовые принципы морали. Из-за того, что очень много международного общения, базовые принципы социальной морали начинают становиться одинаковыми во всех странах. Они становятся в мире живых. То есть те части, которые есть, ответные ответственно за мораль исторически всегда велики. Соответственно, те части, из каждой милии всего общечеловеческого общения отчленяются те части, которые становятся едиными. И появляется возможность хотя бы куда-то глухно поставить процесс глобального потемления. То есть, ему появились первые признаки всего единого пространства, грамотов. Потому что любой человек, у которого зачатка визжена существует, он понимает, что диаграфизация общества, то есть, где государства являются доминирующими decision-making в мире, оно через 500 лет, как тысячу лет, уже точно закончится. Потому что много стран в мире исключительно для него живых. Потому что стали образовываться большие структуры, транснациональные кооперации, которые относятся к этому вещь. Появились сообщества, которые существуют, в единое будущее, пронизывают все общество в разных местах. Независимо, есть люди, которые любят ажастики. Можно сказать, что они все сконцентрированы на мотивоскопе? Потому что находятся по всему не любят. Есть люди, которым нравятся дегенеративные занятия, или какие-нибудь до 19-го. Знаете, очень много структур, которые дегерфизированы полностью. неинтересно. Даже если вы возьмете спорт, например, футбол сейчас это, конечно, чемпионат первого интересного, но вполне странно, в которой живете в Сан-Марино, плотных и в Германии, в которой живет 30 миллионов человек, но они имеют статус. так это не тоже построено. Это постидиатическая история, но через какое-то время все поменяется. К тому, что вырисовываются единые принципы морали, умение сохранять планету по кругу, это очевидно. Это такая база, которая построит единую мораль всей планеты. мне кажется, что это правильно не совершено. Вообще, причем вашего опыта, потому что многие серии, когда вообще такой ваш режим выстреливал, вот это очень интересно поделиться. Видите вы что-то еще сейчас, куда, может быть, вы посоветовали пойти? Или вы вообще можете встретить идеи и сказать, что сделай, может быть, что-то еще увидите? Вы можете, если поговорим о глобальном процессе, конечно, не трудно сказать. То есть, все диши, которые существуют в следующий момент, какие-то, которые быстро будут расти, я не могу сказать, я не могу сказать. Видите, я живу в старинке, но лучше, чем саму росло, посмотрел на компьютерах. Где же самоушием, нажать наушием все выцелы, где уже не получится. Поэтому тем не менее, у меня с сыном есть утверждение, где я лично с ним придумываю инстанклаты, и он не закончил долго, и практически. Ну, так, что-то делаем, но это как правило я могу сказать одно, точный финансов, точный капитал, просто капитал у вас очень сложный, потому что там понамешано и политических интересов, технологических, и когда в момент бросаются какие-то какие-то с мухомольками, маленькие руки, сразу большое чем сделать. Очень сложно еще знать какую-то вещь, когда стартап, очень сложно понять, будет ли кто-то большой, делать то же самое. Потому что ты маленький возьмешь, сделаешь, а завтра будет. скажешь, ты сделаешь все, и тебя нет, все, выгодно в таком сентапе. Ребята бегают, говорят, у нас есть идея, мы сейчас купили 85 каналов телеграмма, мы их сейчас объединяем, делаем сетку и начинаем размещать футбол. я говорю, а сам футбол я говорю, в твоем каждом телеграмм канале встречать телеграмму уже тебя не спрашивают, тогда что ты будешь делать. Я говорю, интересно я в этом не помню, но подруга посетила. И потом четыре месяца я не познакомил, ты чекал, а вдруг сказал, что тебе на твоем телеграмм канале будет вместо тебя оставить. Еще цену сделала такую, что там она в три раза дешевле, чем сложившаяся на доме. И все. Драй. Зваги, которые хранят почти весь бюджет. Ну, понимаете, трансфорциональные, допустим, какой-нибудь протолюция, какой-либо контракт, какой-либо контракт, какой-либо контракт. У них как правило крутейшие бюджеты, самые большие, и они соответственно определяют открытие. Но для них нужна верификация. То есть, грубо говоря, разместил кто-то, нужно, чтобы кто-то из больших агентств, которые занимаются верификацией, это считали. А телеграмм был не таким. Вот если в телеграмме появляется верификация, грубо говоря, я признаю, что это результат из 2019-го, можно посты. Если какая-то компания считает телевизионные методы, на сайтах проще, ты сам все видишь, есть видеоаналитики, а в этом ты берешь заходишь через такие простые понятные мидозики, только они становятся доступными для больших этих, то рекламный бюджет кратно увеличивается. То есть, этот рынок может вырасти из-за защиты того, ну, понимаете, о чем я говорю, он, грубо говоря, будет легализован для больших компаний, туда могут выйти огромные бюджеты и все в реальном процессе. Да. Все большое. И люди, которые живут с очень большой дополненной стоимостью, все такие парфюмы, женские, бьюти, бьюти, да. И вот так. Еще интересно послушать, но очень интересно от этого рассуждения, но вы при этом рассказали, как был барин, который хочет делать этот день, непонятных сомнений получится или нет, может еще что-то придумает, неудачи. Но это такое похоже, как на историю неудачи. Ну, пока нет. Нет, я же говорил, что это неудачи. Может быть, у тебя затраты вырастешь 20 раз, а Балдорф на нем заберет там 30 процентов. Да, и тогда он может быть. Тогда уже кто-то... То есть, так же как с биткоином. Допустим, в тот момент, когда выйдут криптофиаты, все где-то большие выйдет, когда выйдет на реках и криптидоллар и криптоево, в этот момент, когда он начнет расти, это будет так, биткоины, и регулировки, какие они сделают при этом. Потому что, если сейчас нет альтернативы, а так скажут, «Да у вас есть ли кто-то?» – ты выйдешь. Ну, вот так сказать. Да. И начать воевать с биткоином, это там уже тяжело. Например, запретить всем гражданам пользоваться биткоином. Это же возможно, пока государство не проявляет. Ну, соответственно. Вот. Поэтому я в чем говорю, что биткоин до этого момента, пока это доступен, и понятно, что это будет удар по нему, он свалится там, насколько свалится, и насколько вырастет до этого момента, пока это не случилось, неизвестно. Может, сейчас если вложим, то будет стоить 500. Думаю, вот это 300. Ну, нормально. Сейчас газ заработал. Интересно. Можете рассказать, что вы сегодня много говорили про то, как у вас компании растут, слетают? Коммертируют. Да. Вот, как интересно, вы слышите, как умирают, да? Значит, ну, поскольку у меня было было образование, так сказать, квадро-электроника, в какой-то момент ко мне, естественно, пришли люди из квадро-электроники, это совершенно глаголично, в принципе. Пришли люди, которые, богатые великие ученые, которые придумали классный пилот, все считают, что они придумали уже 8 лет, но на самом деле все выглядит совсем так просто. В 1956 году Швейдин Василий Иванович, как это был человек, он защитил диссертацию ВПУ, в которой предвидел, что показал, что он не создал в этой структуре, но он теоретически написал то, что за счет эффектов в полу-электронике можно сделать так, что если пропустить через новоэлектрический ток, то вы доберете квантик. Он это придумал и сделал. И как только это увидели наши товарищи, они все это засекретили на 100 миллионов тысяч долларов. Да. И спустя какое-то время Алферов уже в Питере, который был в едином информационном пространстве, началось издаться. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это не его. Но я имею в виду, что был политичек, который увидел с точки зрения науки, а Алферов реализовал это состояние, когда это уже стало работать, и это, конечно же, огромные титанические трупы, и мы везде видим результаты, куда-нибудь взор. Так вот, Василий Иванович пришел и сказал моему товарищу, я тоже академик, в основании, сказал Виктор Челышев. Я знаю, как это делать для Лазарева, лучшийся по себе. А Виктор Челышев шел, мне говорит, мы знаем, как делать Лазарева. Ну, хорошо. Ну, и я начал с 18. Я туда инвестировал. Сначала мы делали исследования с Гривинским университетом, как мы делали в трудительном компании. Даже в какой-то момент мы шли и шли и шли, понимаем, что у нас растут и растут и растут и растут результаты. Я не буду рассказывать про тонкости этого рынка, потому что он достаточно сложный, да, по секрету. Но у нас растут результаты, и мы в какой-то момент, когда я уже пришел и сказал, все, я уже инвестирую много лет, то есть там, и я там инвестировал, куда судят его, 4, наверное, 3 года, 3 года. Мы инвестируем, у нас была команда, которая ездила по всему миру, у нас были партнеры японцы, аппликации, мы делали вообще, как нам казалось, мы делали супер гениальные вещи. Вот. Но в тот момент, когда мы пришли и решили продать нашу идею или начать выпускать, мы пришли к ним людям, сказали, вот мы сделаем такой лазер. Говорит, что ли? Он самый мощный. У вас вот полтора года, а у нас десять. Я говорю, да, ну десять не надо. Полтора достаточно. Я говорю, в смысле? Не надо десять, потому что та цепочка, в которой участвует этот лазер, она рассчитана на то, что она будет два. Если ты хочешь сделать под десять, то нечистую индустрию, она меняться от тебя не будет. И возможно, через пятнадцать минут мы туда пойдем, посещаем, дорогу вот сюда еду, никому не надо. В конце концов, нам повезло, и мы каким-то образом разбавлились от IP, то есть интеллектуальной собственности, которую мы за это время в огромных количествах производим. И в принципе мы какие-то деньги на это вернули, но потеряли полумиллиона или три потеряли, можно сказать, да. Какой-нибудь вывод сделали? и кажется, это нет. Я напился, и все. Выводы уже поздно, но наверное вывод такой, нельзя доверять людям, которые не... все будет хорошо. В какой-то момент я помню, что нужно просто либо самому... Вообще скажу честно, что 90% успешных проектов я делал сам, но в этом смысле я не очень хорошо умею инвестировать с закрытыми глазами, то есть мне вообще нравится самому что-то делать, чтобы в этом проекте участвовать, чувствовать теорию внутри. Не только цифры поднесли, по-своему, но гроша не получается. И так не бывает точно. Очень трудно найти пейс, на который можно ехать, но мне не удается в этом случае. Получается, ваша инвестиция ограничена, потому что если вы инвестируете туда, где вы хотите менять участие, но в целом ваше время ограничено. То есть вы как-то это... 16 проектов, 18, которые у меня есть, у них 16, 18, и в них я, конечно, не могу участвовать. Какой вообще стартап должен быть, чтобы вы захотели сейчас с ним принести? Что-то должно быть такое, или это сфера, смотрители, иллюзии? то есть есть ли у вас вообще какое-то настроение? нет, я думаю, что стартап должен быть с большим тотал выводом маркет, который существует, и должен быть с идеей, которая понятно объясняет, почему это может работать. стартапы, которые создают новые рынки, инвестировать гораздо сложнее. если новый рынок создаётся, на этом должен быть какой-то более лобальный, фундаментальный процесс, который есть. Вот, допустим, так. Ну, вот, например, понятно, что, например, если вы возьмёте какой-то сделаете датчик, который будет показывать количество СО2 в воздухе, в объёме, который идёт из трубы, измеряющей, это будет хорошая технологическая штука, на которой будет вертикально интегрирована огромная индустрия или то же самое про металл. Чтобы вы могли сказать не то, что там, а металл, нет, может быть, стоит, 2 литра металл. Тогда процесс будет очень хороший, понятно, что вы сделаете. Вот тогда у вас есть первое решение, научное решение, это оно работает. Я даже не буду особо проверять, если там проверить легко, это технологическое как правило. Вот технологическое решение оно должно быть и должен быть потенциальный рынок, который будет только расти. Тогда в него надо заходить, быстро, 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 быстро стараться совершенствовать. Я помню процесс, ребята сделали навигацию внутри больших зданий. одни ну чтобы когда вы заходите в здание у вас GPS перестает работать, потому что можно было на репортах, в центрах, во всех. Мы просто себе посчитали, и отработала только одна модель, которая, так сказать, когда ты сам ставишь оборудование, сервисная модель, потом платишь, даты продаешь, самому торговому центру. И там, вроде бы, все сходилось, хорошая математика была, но после того, как мы начали, где не поливиция отправила, где они выходили, навигация просто не работала. То есть она была заявлена, что она работала, но она не работала. То есть либо можно было там. Даже они придумали совмещенную модель по Wi-Fi, либо . Все равно не работала. То есть тематически она была плохо сделана, поэтому я тоже приложился, и, слава богу, и здорово. Потихоньку, наверное, будем сейчас подключить зал. Готовьте вопросы относительно правила о том, что должны быть хорошие вопросы. До этого вообще онлайн вопрос был, который выбирали жену, сердце или разум? У меня две жены, поэтому я и так, и так выбирал. В две смысле, впоследствии. Первую жену я выбирал, мне было 20 секунд. первую жену первую жену я выбирал, наверное, изображений максимального консерватизма. меня всегда волновало, что мы были взаимодополняющими. Но я переборщил. Это всегда диапара, кто должен быть либеральный, кто должен быть фоксервативно сидел. Бывает наоборот, женщины были фоксервативные. В моем случае мне нуждалась консервативная жена. Я выбрал консервативную, но настолько, что мы очень сильно разошлись в нашей жизни. Она осталась такой же, а я очень сильно помялся, но она отказывалась делать. Мы прожили много лет, 25 лет, пожили вместе. Условно, конечно, если формально будет 25 лет брать, то она была хорошей. А вторую я выбрал из изображений для того, чтобы она была добрым человеком в курсе. Больше ключевого. Желающих красивых в курсе. Так, сейчас приходим к вопросу на зал. Кто первый? Хотел сочинение. должно быть какие-то в образовании из друзей. И в ну вот вы смотрите точно и не пахнет. Я могу вам сказать, что это, значит, когда пишут частное мнение и рассматривают мнение как правильный учебник. Хоть я представляю себе директор, но тем не менее освободимся от моих этих ребят. Я думаю, что, если посмотреть на сегментах, первое, есть офлайн, офлайн. В офлайне очень много тоже поменяется, как в онлайне. В онлайне два сегмента, основные такие большие продукты, которые представлены на российском рынке, вообще в мире тоже, это салфлайн, то есть то, что делает УЧИРУ. Там очень сложно конкурировать с УЧИРУ сегодня по одной пристой причине. Дело в том, что УЧИРУ задает требования к контенту. Производство такого контента, когда вы продаете на миллион человек и на 20, на 20, тяжело просто тратить те же деньги на контент, которые нужно произвести. УЧИРУ идет по принципу, что каждый раз надо будет чуть больше и больше. То есть он становится двигательством. Здесь я всегда использую модель, когда с ребятами внутри говорю, что если вы возьмете контент и сортируете его по покупанию, так сказать, в терминах долларов за секунду. Сколько потратили долларов за создание на эту секунду контента. То, например, здесь у нас будет какой-то self-made контент, какой-то там… «user engineering» — это UGC, который называется. А здесь будут находиться ролики рекламные. Там, где миллион долларов в секунду фугачивали на эти ролики. Ну, миллион. 150 тысяч долларов в секунду стоят в подальшине больших рекламных роликов, которые на супербоу или какие-нибудь большие ивенты делают специально. То есть образовательный контент будет медленно двигаться к удорожанию. Почему? Потому что сложности механики в соответствии с правильной механикой, их надо искать, это поиск, который не дорого стоит, или указывать. Ну, если кинем, то в зону рисовок надо. Второе — это сама графика, все остальное. Третье — это внутреннее наполнение, методическая часть и education часть. То есть это две разные вещи. Когда ты делаешь контент, почему? Это и требование всех учредителей, и это требование наше, мы должны четко разделять education и education. То есть у нас есть там всякие попытки сделать какие-то education, но понимают, что он лучше монетизируется. Но мы хотим остаться в education, чтобы это было обучало реально. И вот здесь, я считаю, что есть непаханная зона с точки зрения методики, потому что я общаюсь сейчас с лучшими университетами, которые занимаются методиками. Это и Канзас университет, и Шикарго. Есть много людей, которые всегда этим занимаются. Там они и сами очень понимают, эти ученые. В общем, это такая сложность. Найти хороших методистов, тех людей, которые знают, как это носить, это у нас очень плохо. С точки зрения ангейджмента тоже, это будет, на мой взгляд, это будет двигаться к все большему идеологии стандартных таких киношных, чтобы ребенок пришел, а там история. И в процессе этой истории незаметно вплетается методическая часть, которая тоже в свое время должна быть. Вот эти сложные истории, и причем это еще одним отдельным вектором идет то, что нужно учить ребенка учиться. То есть он должен кайфовать от того, чтобы получать новые знания. Чтобы проформирует новую хрень, она его, то есть, ну, ты был нафигачий, с того хочешь. Но понятно, что там свои законы, там эти буквы, там есть дикие люди, которые там с проформируют моды. А тут нужно просто выдержать, чтобы было интересно, но при этом работало. То есть, ну, это не такая вещь. Поэтому про онлайн контент, я думаю, что там будут побеждать большие деньги. Или большие аудитории, доступ к большим аудиториям. Пин-ту-пин, то, что Скайенко и наши коллеги тоже перестихили, у них там, это, по сути, такой, ну, это завод. Понимаете? Искать этих, там, договорящих, куда-то всех хоматы засовывает, там все там. Куча народу. Я, конечно, в этом смысле восхищаюсь Георгием, который просто при своем юном возрасте всю такую жуть. Вот. Но там, это тоже сегмент вроде бизайна. Дальше есть онлайн образование полное. То есть, то есть, Фоксфорд и все остальное, это те, которые занимаются этим. И там сегмент, понимаете, он большой, и он точно бы вырос. И там можно начинать, потому что там можно с чего угодно. Там есть какие-то видео уроки, где там это брать, набирать людей. Но он тоже очень сильно человекозависим. Это такая, какая-то миксованная история, как я говорю, онлайн и все. Но все, что касается этого сегмента, он очень сильно политически зависим. Потому что я, к сожалению, думаю, что, то есть, ходить... Обязательство детей приходить в школу, оно будет только нарастать. То есть, нам нужны люди, которые воспитаны вне традиций. У нас идеология становится инструментом все-таки сильным. Конечно, это очень печально и, безусловно, не хотелось бы это увидеть. Но, в принципе, поле настолько широкое, настолько большое, что то, что касается новых каких-то подходов, очень много механик еще не реализованы. Не реализованы механики обучения детей детьми. Не реализованы механики обучения... Дети детей очень быстро. Очень быстро. То есть, детское репетиторство, если бы не было запрет на детский труд, я бы уже точно сделал. Детское репетиторство, потом, я думаю, что есть выраженные сегменты соревновательной механики, которая у нас... В лучшем была эта история, мы делали там стандартные вещи, а потом мы запустили марафон. Когда существуют коллективные сражения от класса с классом, у нас тут все методы. Когда сразу туда в нем ушли... Это давало нам прирост в 70%. Соответственно, больше как пандемия, понимаете? Дальше просто думаю, что еще есть масса механик, которые... Можно отдельные механики, отдельные сегменты, они будут дождаться, их можно будет включать в колоду. Ну, еще плюс, огромное поле того, что дети просто хотят знать. Я имею в виду уже по контенту конкретно. Потому что масса людей, которые... Эта зона не охвачена. То есть... Я понимаю, что надо делать. Но я вам не скажу. А можно три вопроса задать? Просто скажите, я останусь. Микрофон тогда. Прошу. Все. Три вопроса просто по ответу. Вот первый вопрос. Вы говорите, что хотите или обходим? Эффективен, а не ты. Вот это решение... Нет, мы хотим вот ту и другую. Это сделано очень отлично. Да, да. Той и другую. Я понимаю, что это... Нет, мы хотим делить. Мы не хотим их смешивать. Мы не хотим, чтобы дофаминованные технологии были внутри этого. Мы хотим, чтобы человек осознанно понимал, что он садится учиться. То есть он садится для того, чтобы революционировать. Это должно быть интересно, но это не должно быть главным. Главным было желание получить образование, знание. То есть, я понимаю, вы хотите как бы вот эту механику, что знание ради знания и знание ради знания? Он должен уметь это делать, иначе он не вырастет в человека нормально. То есть, понимаете, есть образование, есть воспитание. Это, в принципе, достаточно четкое деление. То есть, то, что касается всех софт-скиллсов и всех социал-скиллс, которые существуют, то это важная вещь. Их нужно тоже воспитывать, детей через онлайн тоже нужно их воспитывать. Просто, когда меня все время с учителями так, ну, представители приходят, я с министершей, которая бывшая, как-то общалась, она говорит, ну, социализация. Как дети будут социализироваться? Я говорю, я уверен, что дети должны социализироваться в тот момент, когда они изучают математику. Если вы хотите детей социализировать, для этого существует масса отдельных инструментов. Как-то. Тимбилдинг. Отдельная социализация, когда он учит, строит команду. Соревновательная устроена. Социализация. Коучинг. Когда подходят и учат ребенка тому, как надо жить. Менторинг, когда есть человек, который ведет его по жизни. Это все технологии, которые рано или поздно придут в школу, в школу компании Блиной, Вопрос не как-то делать. Я просто не знаю. Спасибо. Ещё два маленьких… Вопрос не как-то кознал. Первый — вот мы все выяснили, про учебы, про расистину, про образование. Такая же не ситуация на дырンワарвом и на американском, она отличается, и второй, короткий вопрос. Вы сказали, что соревновательные механизмы вырастили метрик. Это было всё в прошедшем времени. А что касается американского рынка, у нас там сейчас У нас сейчас 2 миллиона школьников в проекте, который занимается хэппид-наборск в американском. Там год на год попросили в два раза, и там совершенно другая идеология. Дело в том, что это сложный рынок, который из косморкетинговой точки зрения. Education рынок сложен тем, что у вас получатели услуги и платящиеся ее различаются. Такое часто случается, но в этом есть некая сложность, потому что у вас получается агентов влияния на решение – как, между ними, разделить бюджет и все остальное действие – достаточно сложно. В этом смысле в Америке они разделены еще больше, потому что есть родители, есть оплатят эти школы за все. Американцы платят за то, какое у них образование, покупая недвижимость в определенном районе. У них очень распространена такая история, она называется так называемый «school tax». Это часть налога на недвижимость, которая платится, и она может быть разная. То есть это «вплотный каунтикс». Есть штаты, есть каунтикс. В этом каунтик каждое может иметь разный налог на алицарк. И когда вы приезжаете в район, вы автоматически, зная, какой там «school tax», можете понять, какое образование вы получите. перес選ите ноlanzari. Ну, ребят, ну так в Америке, ну так. И из-за этого, с того, что либо в другом, по-другому случится строится вся монетизация, то есть вы приходите по продажу школы. Вы пришли, и там… Пришли депутат вodynamics, мы sistemas дистриц테INS построены, там, heal Kid. Японский, товарищ. Японский. Мой бы у него еще ерунг — следующий раз, спасибо за две прекрасные метафоры. Это по лаву на рынке, которая застывает, и второй Вопрос про индуктивный рынок. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на развитие нейроинтерфейсов в области образования? Сейчас появляются различные проекты, которые на основе показателей, в частности, EEG или аналогичных устройств, они позволяют человеку, например, увеличивать объем рабочей памяти и так далее. Будет ли это развиваться с вашей точки зрения и как? Ну, я смотрел этот проект в области нейро-маркетинга. Значит, то, где это работает, как-то я расскажу вам, то, что вообще в целом я видел. То есть не хочу особо напитанно рассуждать о вещах, которых я не понимаю. Значит, то, что касается нейро-маркетинга, это люди, которые вместо отсмотра целевых аудиторий, беря зону удовольствия и все такое. Для меня те люди, которые боевые такие, боевые маркетологи, никто этим не пользовался. И все посмотрели и сказали, что для одного. Те, которым я доверяю, с точки зрения того, что они хорошо делают маркетинга. Говорят, ну, нам не интересно в тумя. Может быть, там какие-то новые появятся люди, которые сделают и будут раз, и все. То, что касается, там, у всех этих вот волшебствах, где там увеличивают память у человека, или еще что-то там. Вот же представьте, биохакер. Я туда не смотрю, потому что даже вот те люди, которые занимаются такими… Мне кажется, что до того момента, когда с человеком начнут разговаривать, мы с телесиденой применяем туда, мне кажется, еще очень далеко. То есть сейчас я просто не вижу то, что… У меня есть свои убеждения на эту тему. Я думаю, что мы молекулы считаем одинаковыми, потому что мы слишком в этом зуме находимся. Если мы были рядом, то мы уже поняли, что каждая даже ГНК, которая существует, она разная. Я скажу так. Существует базовый фундаментальный принцип. При движении зумы и зумау в мире разнообразие не меняется. Мне кажется, это такая заморсная вещь. Когда вы получаете инструменты смотреть в микромире, то там разнообразие мира такое же. То есть мы дошли до молекулы, а вот молекулы уже все одинаковые. Или так. А вот там… А квартки уже точно все одинаковые. То и так лучше движемся веществой. Там точно такое же большое разнообразие, просто мы вас не видим. Нам кажется, что похожее, принимаем за одинаково. Поэтому то, что вот сейчас возьмем, там ген-перещёнки. Но я просто достаточно понимаю, может увеличить объем памяти. Флорку ставил в пол, будет лучше. То есть у вас в воднике гигабарь не вытащил, другие стоят. Ну, пока… Флорку маску я отношусь по разному. Понял. Наверное, вы инвестировать не будете? А? Наверное, инвестировать не будете? Нет. Скажите, можно ли у вас получить какую-нибудь консультацию или менты с ним? Думаю, нет. Ну, я объясню. Просто я уже… Поскольку у меня осталось жить мало, в хорошем смысле, в того что… Ну, я сейчас просто стараюсь… Если нести общественную нагрузку, то какую-то… Я уже 15 лет нахожусь в хронде созидания, благотворительное. И вот если… Что касается социальных процессов я готов, а персональных – нет. То есть… А социальные… Там у нас есть лена сперновок. Когда мне хочется повреждать людей, я иду там для большего количества. Стараюсь. Я их стараюсь сделать так, чтобы деньги, которые дают наши… Мои партнёры и твои фонды, чтобы они максимально эффективно выходили до самого большого… Я пришёл первое для максимального количества людей, и для тех людей, которым действительно нужна какая-то поддержка, помощь. Поэтому персонально… Я имею в виду проекты. Проекты? Да. Если мы проведём канал, то главное – это нафицирование. Насмотреть. Поинвестировали? Да. Ну, в этом смысле… Давайте я… Можно ответить? Все, кто… Я же не напишу почту свою. Я вам пришлю почту, да. На эти почты я отошлю почту нашего человека, который смотрит проекты. И вы туда пришлёте бумаги. Потому что… Ну, я честно скажу, не в том смысле, что я там… Какой-то там… Прям такой ужасный шерсональный… Не в коем случае. Просто… Ну, на это надо время. Если я за что-то должен браться, я к этому должен ответственно подойти. Как правило, мы проходим через фильтр людей, которые у меня есть, которые рассматривают. У меня с моим партнёром есть какая-то микро структура, которая этим занимается. И мы смотрим там. Я чисто собираюсь. Во всему миру смотрим на то, что происходит. И там мы поможем денег. Через организатор. Да. Через организатор. Соберите просто, ребят, если вы трудны, для меня всё. И присылайте. Вот было бы вообще волшебно. Было бы супер. То есть то, что я готов инвестировать, смотреть на всё, конечно, безусловно. Это просто вопрос чека и, не знаю, фаза, да? Давайте два каких-то коротких вопроса. Алло. Да. Меня зовут Анил. Я выпускник Фистеха. И вот вы рассказывали, что вы являетесь выпускником Фистеха, членом Фистех союза. Я по всему знаю. У вас есть какое-то желание развивать какие-то совместные с МПИ проекты? Или, может, уже какие-то развивания, пожалуйста. Да нет. У меня просто, когда у них денег и себе эти нет, я звонил и говорю, «Дай себе». У меня, в принципе, я из тех союзов достаточно красивый человек. Потому что, ну, если там какой-нибудь срач внутри, я обычно выступаю на хулиганах. Я не благодарен сыну, наверное, альбоматору. То есть только там сын. Даже сына в баллах хватает. Да хватает. Сын у меня просто, несмотря на то, что парень толковый, он еще патологически именирован. «Долгофутные есть банки. » пересматриваться. Я просто хочу довести туда одну идею, которая, на мой взгляд, является базовой. Я считаю, что на физтехе должны быть факультеты гуманитарные, причем гуманитарные современного искусства, современной музыки, причем не классическое, а электронной в том числе, и визуального искусства, которые называются видео-арт и все остальное. Потому что сегодня очень большая часть экономики будет зависеть от того, какие предложения делаются. Если вы сейчас сделаете плохой UX или UI, то вы можете очень хороший проект бросить в мусор напрямую. При этом, если какой-то проект не UI хороший, то этот проект может иногда существовать, даже имея худшую функциональность, нежели… То есть это одно из необходимых вещей. Я считаю, что на физтехе должна увеличиваться дисперсия людей, которые нам присутствуют. То есть собирают, долбить в одно их, которые на 123 балла решили, и потом на 124 балла решили гибли. Ну, 125, но это время. Потому что нужно, чтобы люди были максимально разные. И тогда это будет открывать свободу сознания, потому что пространство, в котором есть этот человек, оно очень сильно зависит от того, насколько музыку он слушает, какое искусство он любит и какое фигурное. Ребята, хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ребята, пожалуйста. Так, и нормальный вопрос. Я вышел. Как только можно? Добрый день. Меня зовут Илана. Закончила паунку. Такой вопрос… Ну, мой, Стофин такой вопрос. Такой вопрос. Можно ли совместить оффлайн и онлайн организование, идите ли в эту перспективу? Конечно. Мы идем сейчас… У нас есть… Если про оффлайн-часть смотреть, то мы сейчас купим компанию, которая делает послешкольное образование… Она называлась «Код-класс», а сейчас она будет тоже учебная часть. Ну, сейчас мы подбираем, на чем вы работаете. Там модель франшизи, где мы даем методики, финансовые потоки, контролируем через себя, да и методики они онлайн не занимаются, но есть люди, которые делают бизнес на земле и выбирают классы, и в этих классах преподают все, что интересно… То есть «кружки», как это называлось в советском мире, «кружки», «кружки», «кружков». Но я вижу, что в оффлайне будут родители готовы платить за то, чтобы дети их не издевались на нем. Поэтому я думаю, что будет модель подписочная, когда у ребенка проявили, бросили вот туда, а там он делает то, что хочет. Будут такие школы второго… Я имею в виду в конце. Будут школы второй половины дня тоже, там, где будет все остальное. И там будет подписочная модель, все выполняется. И второе, конечно, дютель – это громкая зона будет. Там я уже один, как инвестор присутствует в одной компании, скажу про то, но… И вот это же с точки зрения выставки, там все остальное. Такое, где интересно. Но в оффлайне, конечно, все равно там… Понимаете, все равно будет какая-то модель, которая будет миксовать. Невозможно вырастить ребенка в компьютер, но это смешно просто. Понятно, что точно будет абсолютно. И большой. Да. Или родители, если вы будете смотреть чек, сколько родителей платят за воспитание детей, вот два, то вы увидите, что сейчас деньги очень быстро идут вверх. Просто раньше не платили, потому что не за что было платить. Сейчас появилось, за что платить, и вы начинаете это делать. И этот чек будет расти, я в это верю. Здравствуйте. 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 Не золотые деньги, спасибо за то, что вы пришли и нашли время, как вы знаете, говорить. Мне было вопрос. Вот какой я хотел задать вопрос. Для тех людей, кто, например, пытается развить этих стартап, то какие основные шаги должны быть сделаны? Имеется идея для того, чтобы ее реализовать, это нужно достаточно большие инвестиции, но после этого маркетом достаточно большой и конкурентов мало. Какие можно сказать, советуют? Вот знаете, мне кажется, что у Unification и стартап, ну, есть же стартапная дорога, когда вы идете, но отличает стартап в Unification, где отличаются… А, в DeepTek. 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 Это совсем сложно. В DeepTek это какая-то такая… В DeepTek я даже не знаю, как это поступится-то. В limmania, у меня есть этот, Yea, знаете ли, такой… Саша Жавановberg у меня у меня работал, но сделал сейчас силико что это… Инсилико, так называется, такой стартап… Да. Да, нужна большая, да, потому что я слышал в 100 миллионов вас будет. Да? Да, да. Инсилико учился в Канаде, потом был менеджером по России в компании AMD. Помните, какие процессы есть в AMD? Потом был профессор, потом некое время нашелся, потом уехал и сделал Инсилико. Я могу дать его, правда, он сейчас... Я в биотехе вообще, как свинья у Алексея, в частности, не понимаю, но есть непонятная мистика, я, может, что-то вам помогу, но вот так вообще ничего не понимаю. Я, в смысле, какие-то базовые вещи не очень понимаю, но конкретно это очень сложный рынок. Я считаю, что там есть большой взбор вообще в биотехе, но это Бигфарма. То есть Бигфарма – это скоты такие, которые везде продают то, что стоит 2 цента за 20 долларов, никого не пускают, потому что нельзя там нормальные... Они утяжеляют умышленно систему тестирования лекарств, делают так, что человек становится бешеным, что и конкуренция падает, и сидят, где там зарабатывают деньги всех в тюрьму. Ну, где они, пока они там не работают, где именно идеи, не в какой-то парке есть, а именно генетику, то есть секвенируют. Ну, вот от Силика же это делает, это же правильно. Майк, я... Они знают, что делают? Они секвенируют геномов, рисуют ваши собственные профили для каждого человека. Те, это же, конечно, действительно, и они настолько, что-то такие же, которые тоже используют, которые берут с кем-то умы, которые всегда、 не обвиняют, которые принимают в степень, и я называю маркетологий, что они учатся, а именно петератором, вы должны иметь в степень, чтобы они были качественными, они также учатся в том, что те, кто-то искренне проявляет. Какие дети, прийти, это все, что у них можно придумать, они просто ну-то, что они сделали они, и по-другому, которые они делали. Но почему они не запомнили, а потом пережили, потому что они не такие, Когда я приехал на фестив, я был уверен, что я самый умный человек на Земле. Это смешно. Но я пришел и думал, что я самый умный. И был в этом усыкнул уверен, пока не попал в нашу группу. И потом в нашу группу все задачки решают. Я сижу, только смотрю, кто это. Все баллы набрали ужасные. Но, знаете, прошло два года, и я выбрался. Так вот, я хочу сказать, что я просто не понимал многих вещей. И я для себя определен, что такое умный человек. Это не человек, который с абсолютно спокойствием говорит, что я это не понимаю. Поверьте, я это не понимаю, поэтому ничем это связывает нам. Поэтому склонность может быть. Я умный человек, который... Да, на этом вопросе все. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.